а сегодня 24 25 февраля град вообще никто не передавал шторм еще сильнее чем был тогда сейчас шторм вообще просто просто штормяра и посмотрите сколько града вот здесь это у нас 25 февраля когда град вообще никто никогда не передавал ух мороз на улице час 3 градуса ух ну здравствуйте сегодня у нас 25 февраля нежданно негаданно прошел град всю ночь дул ветер с моря ну тут 20 километров часа порывами до 45 километров в час был у нас всю ночь ураган опять море разбушевалась но это как бы не максимальный шторм конечно максимальный шторм когда волна идет и и так но до сих пор до сюда до домывает да прям до речки прям до этого мостика домывает сейчас увидите то что идет шторм речка разлилась вода оттуда подходит и как бы напрямую сейчас на море не выйти к такой шторм не выйти потому что потому что вот здесь получается такое вот мини наводнение сейчас вы видите какой шторм песочный пляж идеальный волна намывает много когда речка на ход она мини мини устья образуется и вода хорошо уходит а сейчас шторм на намыл столько сверху камней песка что выход реки в море заблокировался поэтому здесь получился такая вот заводь сейчас мы с вами отправимся мне отправимся сейчас мы попадем на пляж давайте смотри поставили такой состав где не предусмотрены ступеньки через него а что налево что направо идти одинаковое расстояние так что я пойду налево кстати железной дороге сразу к нашему дому есть тропинка чтобы не спускаться вниз потом немножко вверх сразу можно с электрички пройти прямо и выйти на тропиночку и попадете рядом ну прям к нашему дому она выходит эта тропиночка с их железной дороги пойдемте дальше закончился состав и сразу видно вы видите такая лестница старая заброшенная лестница ведет заброшенной турбазе лесная мы магазин входим также по ветку можно нашего дома выйти по лесочку пройтись и рядом с турбазой пройтись к магазину такой очень хороший прогулочный путь десять минут от нашего дома и вы уже возле магазина в чимитакваджа и так сейчас мы прошли весь ну весь пляж с этого ракурса вы чимитакваджа не видели так я сегодня постараюсь снять также шторм в лазаревской ставить в это видео в этом ролике вы увидите еще и лазаревский пляж что там происходит здесь у нас в чимитакваджи дно скальное непосредственно вот здесь скальное дно видите там где дамбы лежат на на пляже тут у нас скальное дно а где такой большой заворот у нас где самый широкий пляж чимитакваджи напротив гостевого дома гавана там но ровненько сначала идут камни 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 а потом идет песок 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 как бы там у нас не скальное дно а если пройти до весь этот большой пляж к этому повороту то можно прийти скальном участку сейчас выйдет ласточка давайте посмотрим на ласточку вот она раз-два-три ласточка проезжает ласточка итак если вы любите в море плаваясь с маской с трубкой то на центральном пляже чимитакваджи перед гостевым домом гавана там как бы особо рыбки не плавают и всякие там водоросли нету а если пройти буквально метров 150 и прийти на пляж где со скальным участком тут плавает много разных рыбок и также есть водоросли можно и крабика поймать и рачка поймать и рапана увидеть и можно и мидию видеть если вы любите конечно плавать с маской если любите просто хорошее ровное дно с камушками песочком то выходите сразу на пляж и ложите полотенце и купаетесь никто сегодня шторма такого не ожидал увидеть как бы ничего не предвещало но всю ночь с моря дул очень сильный ветер прям ураганы до 45 километров в час порывами 20 метров оборывами до 45 километров в час шел сильный сильный ветер и поэтому море вот так вот так вот разбушевалась час мы сами перенесемся в лазаревской вы увидите что происходит в лазаревской в обед сегодня 25 февраля подписываемся на канал ставим лайк пишем комментарии смотрим дальше вот прошел у нас небольшой утром дождь с градом и с ущелья но не с ущелья а с горы вода периодически она собирается вот такие вот водопады и под железной дорогой проходят туннели которые и айс в один из последних роликов заходил это подо мной туннель 2 на 2 и где вода все собирается собирается с гор и выходит в море в этих организованных туннелях такие туннели каждый километр где есть организованный выход с горы и водопадов таких делали где много воды течет чтобы не размывала железную дорогу когда я проектировали сделали под железными рельсами вот такую вот дорогу такую такие вот туннели 2 на 2 ну как бы повыше меня можно комфортно ходить 2 на 2 метра вот такие вот хорошие туннели делали сейчас мы оказываемся в лазерской а лестница 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 на старую турбазу на заброшенную турбазу тоже заброшенная она уже как видите с гнила местами деревяшки тоже не менялись очень много лет вот сколько мы живем чем-то кваджи столько она не работает а сколько этого еще времени работала неизвестно даже ну ох нет нет не наступлю не хочется на нее наступать вы видите что ступеньки какие-то совсем сгнили деревяшки сгнили уже и железо погнило заброшенная лестница на заброшенную турбазу сейчас мы оказываемся в лазаревской вот так не выглядит шторм чимитахваджи сейчас увидели как я с южной стороны там где заканчивается состав оттуда снимал сейчас так выглядит пляж чимитахваджи где железнодорожная станция сейчас мы с вами поедем в лазаревскую на электричке и посмотрим что происходит сегодня 20 февраля в лазаревской а а а лазаревской вы уже видите какой сейчас шторм в лазаревской погода хорошая электричка показывала температуру около 10 градусов ну не около 10 градусов тепла шторм опять заливает весь пляж опять у нас золотые пляжи как вы говорите что мы отходим по золоту опять все ищет золото попытался сейчас выйти в прямой эфир и здесь у мтс плохая связь для не хватает мтс не может не хватает мощности интернета чтобы организовать прямой эфир сейчас попробую подойти к центральному печалу может там все получится чтобы выйти в прямой эфир но выйти прямой эфир рядом с пирсом не надо у мтс не получается сейчас вам покажу еще тут тоже небольшой хороший вид на весь центральный пляж в лазаревской великолепный это в реальном времени это уже не не быстрая съемка как вы понимаете немножко без комментариев а 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 в Так, сейчас мы с вами переместимся на центральный печал, в ускоренном темпе и посмотрим, какой оттуда открывается вид на всё это великолепное тело. Так, с этого места я вёл прямую трансляцию. Если вы не видели, сейчас появляется ссылка на неё, именно с этого места. А сейчас вы увидите, как я отсюда попадаю на причал центральный в Лазаревской. Покажу, как это всё выглядит с причала. Заливает сейчас весь пляж, но, как ни странно, вы видите, мусор с деревяшками не принесло. Сейчас дождь ночью был маленький, как бы не такой, как обычно. Реки в море не вышли, деревяшки никакие не смыло. Пляж чистый, без деревяшек, без всякого мусора, как вы говорите, мусор в деревяшке. Весь пляж, но он чистейший. Какое-то там одно дерево лежит, но, мне кажется, его с того раза ещё не убрали. Так что мусор появляется только тогда, когда вдоль рек выпадает, смерч выпадает в ущелье, и всё это в реке, река выносит море, а море это уже распределяет вдоль берега относительно реки. Так что сейчас мы попадём на центральный причал Лазарьской. Прошу обратить внимание, что ночью дождь был гораздо сильнее, и видно, что волна доходила вот прямо до сюда, видно по земле, где насыпано сейчас песок. До куда доходила волна, вот видно, что в этом месте, вот до сюда, до сюда прям доходила волна, что песок ещё не успели убрать, очистить набережную. И вот до куда доходил ночью шторм. Вот человек идёт с металлоискательным впереди меня. Сейчас мы попадём без ускорения на центральный причал, смотрим вперёд, и ищем все вместе клад. Вот такие вот дела. И сейчас я буквально вот здесь МЧС от России, выезд не занимать. И попадаем с вами на центральный причал, где открывается великолепный вид во все стороны. Сейчас вы всё сами увидите. Волна по высоте доходила до сюда, потому что здесь накидала такие камни. Пуста волны позволяла сюда накидать камни. МЧС от России сейчас г someplace жаловаться дома, поэтому смотрим вокруг. Продолжение следует... Продолжение следует... Сохранять ли это видео или нет? Что вы думаете по этому поводу? И заодно не забываем поставить лайк! Стоять страшно! Такая волна идет, как будто сейчас всего больет! Продолжение следует... Продолжение следует... Ставим лайк! В комментариях пишите, какой обзор вы хотите увидеть про Лазаревскую! Постараюсь все это снять в формате 360 ВР, где можно смотреть во все стороны! Лайк, колокольчик и прямые эфиры с понедельника по пятницу в 9.40-9.50 по московскому времени с пляжа в Лазаревской, поселок Чемитохваджи! До новых встреч! Пока! Если вы смотрите это видео на YouTube, телефон поворачиваете горизонтально, появляется функция очки виртуальной реальности. Нажимаете и у вас экран делится на два, как бы на две сферы получается. Вы телефон вставляете, покупаете на Алиэкспресс Google Cardboard. Пластмассный этот, картонный они стоят около 50 рублей. Вместе с ними идет две линзы, которые позволяют взгляду сфокусироваться, глазам сфокусироваться на расстоянии 5 сантиметров. Вы можете посмотреть этот ролик, как будто вы сами со мной стоите на причале в формате виртуальной реальности. За это вам, за вот эти 28D не нужно будет платить 250 рублей. И Дмитрий, как ты понял, этот ролик, концовка ролика для тебя, любителя погулять по городу. Магнолия цветет в начале лета, вечно зеленое, крупное листовое. Пойдем дальше. Продолжение следует... А вот именно тут Волгоград любит отдыхать. Каждый год отдыхать уже несколько лет в одном и том же месте, но решил поменять немножко дислокацию, чуть-чуть сместиться в сторону 73А или 71А. В прошлом ролике я все перепутал, но сейчас вы видели проход от моря до этого адреса, Дмитрий меня понял, видно Курлхаус, видно Хлебозавод. Прямо поедете до конца улицы, можно прийти к Кравовому ущелью, прямо пойдете, можно не пройдете, потому что ближайший проход это только по тому пешеходному мосту через дорогу. Как бы напрямую пройти нельзя, потому что там все сбоку ставят ограждение, так дорогу не перебежать, только нужно перелазить через ограждение. И ближайший пешеходный переход через улицу Лазарева напротив заправки Роснефть. Или тот пешеходный переход, который я сейчас прошелся через дорогу возле Домбыта, можете посмотреть на Яндекс.Картах. Так что подписываемся на канал, ставим лайк. Дмитрию Волгоград специально для тебя.